В прошлый раз мы говорили о необходимости прощения наших грехов от Бога и о нашей обязанности прощать других людей, когда они согрешают против нас. Мы не можем иметь мир в сердце без прощения других людей. Оно крайне необходимо. Если Бог нас не прощает или если мы кого-то не прощаем, то мы теряем этот внутренний мир. Точно так же, как Бог во Христе простил нас, нам необходимо прощать также других людей, проявляя милосердие и снисходительность. Христос сказал, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это единственная тема, как мы говорили, которой Христос вернулся после молитвы Отче наш. Он ее закончил и опять вернулся. И как бы поясняя еще раз детали, говорит, если вы не будете прощать людям согрешение, то и Отец ваш Небесный не простит. И если Христос повторился, то, я думаю, нам стоит еще раз немножко напомнить и повторить некоторые принципы. Что же делать, если мы не знаем, как прощать других людей, если у нас не получается? Что же делать, если мы не можем или не получается у нас прощать других людей? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы прости других людей? Я уже говорил об этом, но я хочу повториться. Первое, необходимо осознать наличие непрощения. Каким образом мы понимаем о том, что мы кого-то не простили? Каким образом мы понимаем, что мы кого-то не простили? Очень просто. Если мы вспоминаем об этом человеке или о том событии, которое произошло, и оно вызывает у нас чувство горечи или неприязни к этому человеку или вспоминания об этом событии, то есть дает нам внутреннее беспокойство или какую-то душевную боль. Мы должны это понимать. Непрощение, оно разрушает нашу жизнь. Оно проникает во все сферы деятельности. И без прощения христианства вообще не существует, братья и сестры. Это основа, это клей, это клей в наших взаимоотношениях с Богом и с другими людьми. Не прощая других людей, мы как бы сами добровольно заключаем себя в тюрьму. Так можно сравнить. Потом мы сидим в ней годами и негодуем от того, что там не так неуютно, так неудобно, нам так трудно. Но в действительности мы сами виноваты, потому что мы кого-то не простили. Мы похожи на служанку иногда, когда мы не признаем о том, что мы кого-то не простили, которая, знаете, заметает мусор под этот, под половичок и думает, что все нормально. Пройдет время, и рано или поздно этот мусор все равно обнаружится. Поэтому Давид просит Бога о том, чтобы он показал ему сущность его сердца. «Испытай меня, Божий, узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышление мое, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть он просит Бога, чтобы Бог показал ему внутренность его сердца. Мы иногда, и не иногда, очень часто имеем такого внутреннего адвоката, идеального, который постоянно нас защищает внутри. И иногда проходят десятилетия, и люди вдруг впадают в приступ ненависти к своему обидчику или же в депрессию от того, что они годами носили в себе это непрощение. Они думали, что спрятали его, они думали, что они забыли о нем, или они пытались о нем забыть, но потом непрощение вдруг проявляется, и оно портит нашу жизнь. Иосиф, помните, мы говорили о нем, он пытался забыть своих братьев, вычеркнуть их в своей жизни, но Бог предоставил ему возможность опять встретиться с ними и вспомнить о том событии, которое было. Он вспомнил все. Он вспомнил сны, которые ему снились, из-за которых они его возненавидели. Он вспомнил тот ров, который они его бросили, и желая его убить. Он вспомнил тот первый день рабства, когда он свободный человек, вдруг в оковах и шел по раскаленной пустыне в Египет. Он помнит, как его продавали там на рынке рабов, как товар какой-то. Он помнит темницу, в которую его бросили по несправедливому обвинению. И все это несправедливо. Это лучшие годы его жизни. Прошло 22 года, ему было 39 лет, ему все равно нужно было встретиться с той проблемой, которую он хотел забыть. Итак, первое, что нам необходимо, это честно признаться, что я кого-то не простил, потому что, вспоминая об этом, я испытываю чувство неприязни, желаю как бы забыть или вычеркнуть этих людей в своей жизни, желательно с ними лучше не встречаться и не приветствоваться, обойти их стороной. Так мне лучше. То есть, это надо честно признаться об этом. Второе, первое, необходимо осознать наличие непрощения. Второе, молиться за обижающих. Молитва за обидчиков – это важный шаг, который необходимо сделать после признания боли или неприязни в своем сердце. Нужно исповедовать эту боль. Мы, когда ее исповедуем, она больше не прячется. Мы ее выставляем на видное место, мы начинаем думать, как бы ее удалить, как бы от нее избавиться. Иногда ко мне люди обращаются, и что-то было 10 лет, 15, даже 20 лет тому назад, и вот вдруг у них это всплывает в памяти, и это причиняет огромную боль, и приходится иногда долгое время разрешать этот вопрос, звонить, разбираться с теми людьми, которые когда-то были для того, чтобы решить эти вопросы. Но Бог помогает. Бог помогает, когда мы реально желаем вот именно удалить эту боль, осознать ее, избавиться от нее. Когда мы обращаемся с этой просьбой, и тем самым осознаем, что мы беспомощны, что только Бог может помочь нам это сделать, только Бог может освободить нас от этой боли и даровать нам это прощение, сделать нас способными прощать других людей. Сам Христос повелел нам об этом. Евангелие от Матфея, 5, 44, Он сказал, «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». То есть даже если вам не нравится молиться за этого человека, нужно все равно за него молиться. после нескольких недель молитвы о нем, вы заметите, что ваше сердце стало мягче к этому человеку. Я, по крайней мере, на себе это испытывал неоднократно. Молитва, она смягчает наше сердце, она делает его снисходительным. Почему? Потому что ведь Бог нас прощает каждый день, и мы этого не заслуживаем. Вот почему сказано, «И прости нам, долги наши», как и мы прощаем должникам нашим. Молясь за другого человека, мы хотим помочь ему увидеть ему себя. Мы не соглашаемся с его грехом, но мы проявляем любовь к его бессмертной душе. В молитве мы отделяем человека от того злого дела или согрешения, которое он совершил, презирая грех, в то же время наполняемся состраданием к этому человеку. Молясь, мы думаем об обидчике, как о человеке, который нуждается в прощении и покаянии, как и мы с вами, братья и сестры, нуждаемся в прощении и покаянии каждый день. Аминь. Следующий шаг – нужно принять решение простить обидчика. То есть, когда мы осознали необходимость наличия непрощения, когда мы начали молиться об этом человеке, нужно принять решение. Это очень важно. Нужно самому прочувствовать, что меня Бог простил. Если мы по-настоящему осознали, насколько мы греховны, насколько безвыходно наше положение перед Богом, мы пришли к Нему и получили прощение через Иисуса Христа, то этот опыт помогает нам прощать других людей. Апостол Павел говорил об этом в послании Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть, силу и способность прощать других людей мы получаем от Бога, но это не происходит автоматически. Силу и способность прощать других людей мы получаем от Бога, но это не происходит автоматически. Нам самим необходимо осознать, что Бог нас простил во Христе незаслуженно, несправедливо. Если вы считаете себя праведным человеком, или же вы никогда не согрешали, то вам очень трудно будет прощать других людей. В нашей церкви в Майкопе была одна сестра, которая когда-то спустя, я не помню, 10 или 20 лет, однажды сказала, я никогда ни у кого не просила прощения. Даже у своего мужа. Нужно иметь очень, знаете, такой сильный характер для того, чтобы так заявлять. Писание говорит, 1 Петра 4,8. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Только усердная любовь, обратите внимание, она может вынести или же сдержать оскорбления, которые нам нанесли. И усердная любовь говорит о решении человека, о приложении стараний, усилий. Прощение – это нелегкий труд, иногда очень болезненный. Покрывать – это значит прощать, это значит не выставлять на показ, не заострять внимание, не кричать во всеуслушание, не напоминать о грехе, но претерпеть нанесенное оскорбление и выдержать его с любовью. И последнее, что необходимо практически… Первое – необходимо осознать наличие непрощения. Второе – молиться за обижающих. Третье – нужно принять решение простить обидчика. Четвертое – нужно объявить прощение обидчику и простить его лично. После того, как мы приняли решение простить, наступает еще один наиболее трудный шаг, когда мы должны объявить об этом нашему обидчику. Посмотрите, как трудно было это сделать Иосифу. Он плакал, он рыдал, он то выходил к братьям, то уходил от братьям, прежде чем он открылся им. Прощение предусматривает действие с нашей стороны по отношению к обидчику. При этом Иосиф не просто, знаете, так сказал, ну, ребята, я вас прощаю, видеть вас больше не хочу, идите в свою Палестину и все, на этом хватит. Ничего подобного. Иосиф объявляет им свое прощение, он их, помните, обнимает, он их целует, он с ними говорит, он успокаивает их сердце, более того, он заботится об их пропитании, пропитании их детей. Посмотрите, Бытие 45, 19. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте это, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из земли египетской дам вам. Христос говорит об этом на горной проповеди, обратите внимание, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящий вам. Что значит благотворите? Делайте добро, сделайте доброе дело тому человеку, которому вы молились, которому вы простили, которому вы решили объявить свое прощение. Сделайте ему доброе дело от сердца, от души. Прощать нелегко, особенно когда вас предали или с вами поступили несправедливо, близкие вам люди. Вам кажется, что это особый случай, этот человек не достоин прощения, потому что он причинил вам боль, но это очень важно сделать. Обида или огорчение, нанесенные нам, – это проверка подлинности нашей любви. Обида или огорчение, нанесенные нам, – это проверка истинности нашей любви к Богу. То есть Бог допускает таких людей в нашей жизни для того, чтобы мы учились, практиковали прощение в нашей жизни. То есть насколько мы способны любить, чего стоит наша любовь к Богу и к ближним, как далеко мы согласны следовать Христу, прощая других людей. Чем больше мы любим Бога, тем легче нам будет прощать других людей. Вы со мной или нет? Теперь давайте вернемся к молитве «Отче наш», к той первой просьбе о наших нуждах. Первая часть молитвы, помните, она обращена к Богу, где мы выражаем наше отношение к Нему в почтении Его перед Его святостью, преклонении перед Его волей и прославлении Его имени. Помните первую часть молитвы? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Это очень правильно и естественно, что в первую очередь мы поклоняемся Богу. Точно так же, как помните, скрижали завета. На одной части скрижали было отношение наше к Богу, пять заповедей, но другие пять заповедей – это наше отношение к людям. Точно так же и молитва «Отче наш», она разделена на две части. Первая часть, она больше посвящена Богу, она обращена к Богу и вот с целью ставит Бога, преклонение при Ним. Вторая часть молитвы – это наши нужды, это наши просьбы. Сначала мы осознаем, кем является Бог, что Он наш Отец, что Он великий, что Он всемогущий, что Он любящий, что Он всевластный царь. Его воля должна проявляться в нашей жизни. А уже потом, после почтения Бога, мы обращаемся к Нему и с нашими нуждами. Но вместе с тем мы должны помнить, что целью и смыслом нашей молитвы является именно Бог. Я недавно прочитал статью, вернее, в книге одного богослова. В начале прошлого века Он ее писал. И он, когда Он писал о молитве, Он говорит, что существует сегодня, вот какое представление о молитве существует сегодня в мире, в христианском мире, Он писал. И Он говорит, большинство людей сегодня представляют человека, который молится, и он меняет что-то, он влияет каким-то образом, не подчеркивая о том, что Бог – это всевластный, авторитетный, всемогущий Бог. То есть, от этого появляется много таких движений, где люди, знаете, провозглашают именно человекоцентризм, а не богоцентризм. И это было всегда. Так было во времена Христа. Посмотрите, Христос об этом говорил людям тогда еще, 2000 лет тому назад, которые искали Его сразу же после насыщения 5000 мужчин, плюс еще женщин и детей. Иоанна 6, 23. «Между тем пришли из Тевериады другие люди, близкие к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и пришли в Капернаум, ища Иисуса». Как бы, посмотрите дальше. «И найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, «Рави, учитель, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вы ищете Меня не для того, чтобы иметь общение со Мною, не для того, чтобы поклониться Мне как Царю, чтобы признать Меня как Мессию, но для того, чтобы опять бесплатно покушать. Вам нужен бесплатный Макдональдс, и все. Или чик-филе. Это все, что вы хотите. И Христос видел их сердце». В другом случае, люди искали Его лишь только потому, что Он исцелял людей. Посмотрите, Марка 1,32. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям». Можете представить, какая там толкучка была? «И Он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром вста весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны, бывшие с Ним, пошли за Ним, и, найдя Его, говорят Ему, «Все ищут Тебя». Опять вроде бы «Все ищут Тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел». То есть Христос видел мотивацию этих людей, и вместо того, чтобы кинуться в объятия этой толпы, которая, казалось бы, искала Его, которая фактически только жаждала новых чудес и исцелений, Он идет проповедовать Евангелие в другие города и в другие селения. Потому что если бы они хотели действительно искать Его, а не того, что Он делает для них, то у них был совсем бы другой подход. Сегодня, братья и сестры, эта история повторяется. Миллионы людей сегодня приходят в христианские церкви только ради того, чтобы услышать о Евангелии благополучия, процветания, для того, чтобы стать здоровыми, богатыми, чтобы никогда не болеть, чтобы быть успешными. И такие церкви сегодня растут, как грибы, и они многочисленные. Даже стадионы иногда не вмещают аудиенцию такую, где есть проповедники, которые желают послушать таких «исцелителей», в кавычках. Если задать вопрос, для чего вы пришли, ответ будет очень простым. Чтобы стать богатыми или стать здоровыми. Вряд ли кто-то скажет, мы пришли сюда для того, чтобы преклониться перед Христом своим Спасителем. Это фактически проявление человеческого эгоизма. Это то, что я хочу, чтобы Бог был для меня как официант, чтобы Он выполнял то, что я Ему буду указывать. Вместо трепетного преклонения при Нем я буду говорить, вот это Бог дай мне, вот это мне дай, и вот это хочу, и вот это хочу. Я помню, у нас в Майкопе по четвергам были такие служения для неверующих людей. Специально пастырь проводил такие, какие в конце давал возможность людям задавать вопросы. Один человек тянет руку и говорит, Бога нет! Представляете, да, во время служения такое заявление? Говорит, а откуда вы это знаете? Я молился и говорил, если ты есть, я куплю лотерейный билет и выиграю «Жигули». Я купил и не выиграл. Вот поэтому Бога нет. Да, пастырь, конечно, объяснил ему о том, что такие молитвы, они не слышатся Богом. Это чистейшего, как говорится, эгоизм, чистейший эгоизм. Но это довольно часто сегодня практикуется. И сегодня много таких христиан, которым Христос в свое время скажет, «Я никогда не знал вас». Вы ходили только для того, чтобы исполнять только свои желания и восполнять вот эти ваши, как бы, благие намерения. В этом заключается трагедия многих миллионов так называемых христиан. Итак, мы в первой части восхищаемся Богом, во второй части мы присмиренно осознаем свою полную зависимость от Бога, осознав, что Бог наш Небесный Отец, мы признаем Его владычество, Его Царство, Его воли, мы смиренно приходим к Нему с просьбой. Ведь, согласитесь, большинство наших молитв, они на 80%, если не на 90%, а, может быть, и больше, состоят из наших просьб. То есть молитвы в большинстве своем – это прошение. И вот первой просьбой является именно, вторая часть начинается с просьбы о насущном хлебе. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Хлеб насущный назван здесь. Некоторые богословы, в их числе Тертулиан, Киприан и Августин, говорили, что здесь речь идет о небесном хлебе. Иероним, переводчик латинской Библии, вульгаты, даже перевел слово насущный, как ежедневный, надсущный. Супер-субстантиалс, или супер-субстантиалс, латинское слово. Католики и православные подчеркивают здесь об особом значении причастия в их жизни, ища более духовного смысла в этих словах. Конечно, можно согласиться с тем, что нам, христианам, необходим сегодня хлеб насущный в наших домах и церквах, а не просто сладкие пирожные или какие-нибудь басни. Церковь должна быть питаема насущным хлебом, Словом Божиим, небесным хлебом. В центре евангельской проповеди должен быть Христос, как о нем сказано, хлеб, сшедший с небес. Ни наши земные, ни наши какие-то цели другие, ни какая-то идеология, или философия, или какое-то вероучение. Если в центре не стоит поклонение Христу, Сыну Божию, то эта проповедь не является настоящим насущным хлебом. Она не ведет нас к вечной цели. Христос сказал, «Я есть хлеб живой, счетчий с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек». Мы также понимаем и значение слов Христа. Помните, Он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Но о небесном хлебе, который является пищей для нашей души, мы уже питались первой частью молитвы, которую мы говорили. Она направлена на то, чтобы мы созерцали Бога, для того, чтобы мы созерцали Его величие, красоту, как об этом говорит Давид. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Но здесь, в этой просьбе, Христос имел в виду именно заботу о нашем теле, о наших ежедневных потребностях. Ну, тело, душа, безусловно, но более насущные потребности, которые связаны с нашей жизнью, вот материальной жизнью. У богослова было много споров в отношении греческого слова, которое здесь употреблено. «Эпиосиус» – насущный, то есть ежедневный. Вот что один из богословов пишет по этому поводу. «Чрезвычайно странно, но до самого последнего времени не было известно ни одного случая его употребления, этого слова греческого, в греческой литературе. Один из крупных теологов, философов и филологов Средневековья, Ориген, знал это и считал, что Матфей сам изобрел это слово. И поэтому никто не может с достоверностью сказать, что оно значит. Но недавно был обнаружен кусок папируса с этим словом. И этот папирус оказался списком необходимых ежедневных покупок, составляемый женщиной. Оказывается, женщины в то время не имели айфона, и они вынуждены были делать себе напоминания на кусочки папируса. И против одного предмета стояло это слово, эпиосиос. Это слово должно было напомнить ей, что ей надо купить сегодня запас определенной еды именно на этот день. И потому что это моление означает, дай мне все, что нужно для еды на сегодняшний день. Помоги мне, когда я пойду сегодня утром достать то, что записано в моем списке покупок. Дай мне все, что нужно для пищи, когда дети придут из школы или муж с работы. Даруй нам, чтобы стол не был пуст, когда мы все вместе сядем сегодня за стол. Это простая молитва о том, чтобы Бог снабдил нас всем, что нам нужно на этот день. Вильям Баркли. Здесь речь идет о самом необходимом нашей жизни. Например, Мартин Лютер говорил, что эта просьба включает в себя все необходимое для поддержания нашей жизни и пищи, и здоровья, и погоды, и дома, и жены, и детей, и хорошего правительства, и мира. Прося насущном хлебе, мы подчеркиваем то, что Бог заботится о нас, Он беспокоится о нас. Ему не безразличны наши насущные нужды. Когда народ ходил за Христом несколько дней, Он проявил сожаление о людях, о том, что они голодные и накормил их. Матфея 15,32 Иисус же призвал учеников своих, сказал им, жаль мне народа, что уже три дня находятся при Мне и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. Посмотрите, Христос понимал, что люди голодные и помимо проповеди им нужно просто покушать, их нужно накормить. 36 стих и взяв семь хлебов и рыбы воздал благодарение, преломил и дал ученикам своими учениками и народу. И ели все и насытились и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи женщин, четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. То есть просьба о насущном хлебе будет резко отличаться от того, в зависимости, в какой части мира мы с вами находимся. Допустим, если человек находится в Индии и он молится о том, чтобы Бог послал ему машину, то это будет просто, извините меня, такое, знаете, дерзкое заявление, это будет роскошь. Если же мы просим в США о том, чтобы у нас была машина, мы понимаем, это насущная нужда. Мы не можем ни в магазин, ни на учебу, ни в церковь добраться без машины, это просто нереально. Другой вопрос, какая это машина? Супердорогая или просто доступная? То есть доступная в покупке и содержании? И так говоря, на хлебе насущном мы просто просим Бога о самом необходимом для нашей жизни. И эта необходимость меняется в зависимости от нашего возраста, в зависимости от возникающих проблем. То есть может увеличиваться семья, следовательно, нужно расширение нашего дома. Уже недостаточно, может быть, ванн бедром, нужно две или три бедром. Сначала нужно расти нам, потом нужно учиться, потом найти работу, потом жениться. Для этого, кстати, обязательно надо учиться. Я недавно опять беседовал, напоминал молодым людям. Идите, учитесь. Учитесь, особенно в Америке. Еще, еще раз говорю. Не пошите, не идите сегодня, не пошите за эти гроши какие-то ради того, чтобы вот сейчас прям заработать эти деньги. Наоборот, идите, учитесь 4-5 лет, и потом это воздастся в несколько крат. Насущным сегодня может быть пропитание, а завтра уже принятие какого-то важного, важное решение. Когда я беседую с молодыми людьми, и когда я узнаю, сколько стоит свадьба сегодня, у меня волосы дымом поднимаются на голове просто. Это очень сложно, поэтому надо к этому готовиться. Эта просьба о насущном хлебе говорит нам о том, чтобы мы просили о том, что нам необходимо, а не о том, что не нужно. Например, такая просьба, Господи, пошли мне жену христианку, или пошли мне мужа христианина. Это нормально, это хорошая просьба. Или же, к примеру, Господи, пошли мне принцессу. Это уже другой вопрос. Бог скажет, а зачем она тебе? Что ты с ней будешь делать? Мне недавно понравился юмор такой, я его где-то увидел. Молодой человек говорит, смотрит на такую красивую очень девушку, но это явно такой пиар. И он говорит ей, ну что же вы одинокая такая? Ну почему Бог не дает вам вот такого человека, как я? Она посмотрела на него, говорит, глупенький. Это для того, чтобы Бог тебя жалеет, чтобы такие, как я, не выходили за тебя замуж. Мы же тебя мучить будем. Можно просить Бога о том, чтобы Бог послал нам мотоцикл, а Бог скажет, тебе достаточно велосипеда, чтобы коленки не болели. Да? И это очень опасно, кстати. Я знаю, по крайней мере, 10 человек, которые имели мотоциклы, и которые потом имели проблемы. Проблемы со своим здоровьем большие. Поэтому молодые люди не покупайте мотоциклы. Можно говорить, Господи, хочу Мерседес. А Бог скажет, тебе Жигулей хватит или же Тойотки? Вполне достаточно. Насущным также является то, что необходимо для нашей души. Мы понимаем это, ежедневное размышление и над Словом Божиим. Дай нам то, что питает наши бессмертные души. Не просто наше праздное любопытство очередной новости социальной сети или какой-то церковной сплетни. Второе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Когда мы говорим о нашем хлебе, то мы имеем в виду в первую очередь нашу семью обычно. Слово «наш» говорит, что мы не должны думать только о себе. Мы должны думать о тех, кто рядом с нами. Не хлеб мой, а хлеб наш. Это очень полезно, когда мы все вместе молимся с семьей, когда мы все вместе собираемся, мы благодарим Бога за ту пищу, которую Бог дает нам. Социологи говорят, будьте внимательны, что молитва и общение семьи за столом, на кухне это очень важный фактор воспитания наших детей. Кроме того, произнося слова «наш», мы говорим, что это не только мой хлеб, но он дан всем жителям земли. Говорят, что в мире не было бы голодных, если бы не было скупых и жадных. В мире не было бы голодных, если не было бы скупых и жадных. Уже в Ветхом Завете Бог поручил заботиться о бедных, нищих, голодных, сиротах, вдовах, пришельцах, то есть иммигрантах. И это включало в себя не только подаяние, но и дать им возможность трудом заработать этот хлеб. Посмотрите, второзаконие 24,19. Когда будешь сжать на поле твоем, забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь оббивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды виноградниц, не собирая остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. То есть, в этом законе видно забота о нуждающихся. И это не просто, знаете, дать им, а они должны пойти и взять, собрать, взять этот сно, принести, обмолотить, сделать муку из него, потом спечь хлеб. То есть, не просто дать хлеб, а чтобы человек трудом это сделал или снял эти плоды. то есть, Бог дает нам в этом законе как бы повеление о том, что мы заботились о других людях и помнили, Бог меня благословил, поэтому я не буду до последнего все обирать, пусть и другому это достанется. Я как-то приводил этот пример, мы как-то повесили кормушку для калибри. У вас есть кормушки для калибри, нет? Очень интересная вещь, рекомендуем, да, уже некоторые руки подняли. Повесили кормушку, смотрим, знаете, кушаем всегда и смотрим, вот она прямо перед нами, такая картина интересная очень, прилетают эти птички, кстати, они самые быстрые в мире, оказывается, птицы по своей скорости. Вот, кушают и вдруг заметили одна калибри, самая маленькая, спасибо, да, одна калибри, она приватизировала нашу кормушку. Она села, покушала, села так метрах в десяти и сидит на дереве. Другие калибри прилетают, она резко слетает и отгоняет их. Она говорит, это мое. То есть, мы даем для всех, она говорит, это мое. Вы думаете, мы отличаемся от калибри? Я помню, уже говорил как-то этот пример, мне сосед, пожарник, принес целую ведро рыбы. Наловил рыбы, принес, говорит, вот, пожалуйста, тебе рыба. Я звоню своему брату, который живет 50 метров от меня, говорю, брат, тебе нужна рыба. Он говорю, бесплатно человек принес, ну, конечно, свежая рыба, морская, да. Я беру второе ведро и начинаю с этого ведра откладывать ему, брату, своему рыбу. В этот момент, когда я перекладывал, я обратил внимание, что я выбираю рыбу, которая поменьше. Какой же ты эгоист. И говорю, на зло тебе самую крупную положу, брата. То есть, я, получается, то, что мне дали, я приватизировал. Я посчитал, это мое. Это мое. В этой притче мы видим, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. В настоящее время около одного миллиарда людей в мире не доедают или голодают. Но если бы другие люди своими излишками делились с ними, то те, кто живет бедно и голодных бы, просто в мире не существовало бы. Голод в мире – это, в первую очередь, результат человеческого эгоизма и греховного себялюбия. Апостол Иоанн писал верующим 1 Иоанна 3, 17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинной». Об этом сегодня мы видели в видео. И это очень хорошо, и это очень полезно нам, когда мы жертвуем для того, чтобы помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Аминь. Следующее, посмотрите, хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Когда мы говорим слово «дай нам», это значит, что мы осознаем свою зависимость от Бога. И тем самым мы признаем, что мы не просто сами себе берем пищу на каждый день, но это Бог дает нам пищу на каждый день. Мы говорим, Господи, без Тебя мы не можем прожить даже этот день. без Твоей заботы о нас просто невозможно. Поэтому мы с утра преклоняемся перед Тобой, мы в смирении ожидаем, что Ты дашь нам из своей любящей руки хлеб насущный в этот день. Псалом 122, второй стих написано, «Вот как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас». Некоторые неверующие люди заявляют, «Да при чем тут Бог? Если своими руками не заработаешь, никто тебе не поможет». Они просто не понимают, насколько все в этом мире зависит от Бога. Вот почему Слово Божие называет таких людей безумцами. Сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Это просто глупо и смешно слышать от этих людей о том, что они сами себе могут добыть пищу. Ведь Бог все устроил мудрой, прекрасной эту жизнь на планету и отвергать его существование это просто глупо. Ведь это Он обеспечивает нас всем необходимым на земле. Ибо Он повелевает Солнцу Своему сходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Апостол Павел, проповедуя в Листре язычникам говорил, что вся природа свидетельствует о Боге, который заботится о всех людях на земле. Деяние 14, 17. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам. Он дает благодеяния, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей весельем сердца наши. Братья и сестры, если бы Бог не давал необходимые времена года, дождь или же снег, или солнце, или же тепло, или же минералы, и самое главное жизнь, то на нашем огороде само собой ничего бы не выросло. Можно создать зерно, можно создать зерно, оно будет точно похоже на зерно пшеницы, можно вложить в него необходимые минералы, можно сделать все необходимое, но дать ему жизнь никто из людей на земле не сможет. Поэтому если Бог не даст жизнь, если Бог не даст тепло, то ничего не сможет само собой произвести. Недавно мы встретились с одной женщиной молодой в магазине в русском и слово за словом в какую церковь ходите, я в церковь не хожу, я не верующая, Бога нет. Как нет? Как нет? А часы могут сами собой произойти? Нет. Так вселенная это огромные часы, а каждая клетка, каждая клетка это же свидетельство Божьей милости, это же огромная фабрика физических, химических, математических решений, которые она принимает каждую секунду. Тысячи таких решений. Вы говорите, Бога нет? Ну да, может быть, что-то есть. Люди отвергают просто реальное, то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Бог дает нам силы, Он дает нам здоровье, Он дает нам способность думать, работать, говорить, мыслить, анализировать. Он благословляет во всем, что мы делаем. И Иов это очень хорошо понимал. Поэтому, когда он все потерял, он сказал, Господь дал, Господь взял. Он понимал, не потому, что он прекрасный такой бизнесмен, не потому, что он такой хороший фермер или скотовод, нет, Господь мне дал, это Он мне дал. Он не сказал, что я все это заработал своими руками, титаническим трудом, путем таких умных операций, знал законы рынка, нет, это Бог дал мне, это Он мне дал. 102 Псалом начинается со слов, помните, с каких слов со второй Псалом начинается? Кто помнит? Благослови душа моя Господа, потом перечисляются причины, за что следует нам благодарить Бога, и среди этих первых причин называется такая причина, насыщает благами желание Твое. Посмотрите на английский перевод, я взял специально King James Version перевод, который говорит очень интересную мысль, он насыщает наш род благами или хорошими вещами, наш род. Сознание псалмопевца проникнуто благодарностью Бога за то, что он может помимо многих благ, которые Бог дарует нам, поблагодарить Бога за вкусную пищу на наших столах. Благодарность Богу, благослови душа Моя Господа за то, что я вкусно могу поесть. Вы только задумайтесь, сколько запахов, сколько различных видов еды мы имеем. Вот вол, ест целый день траву, целый день траву, ему больше ничего не надо, а нам подавай и жареное мясо, и вареное, и такую пищу, и другую, и такие фрукты, и такое, такое мороженое не хочу, папа, я хочу вот такое мороженое и так далее. И вы знаете, что Бог нас благословляет в этом, и наша душа должна быть наполнена благодарностью Богу за то, что Он нам дает все это, за то, что Он благословляет нас такими различными дарами земли. Аминь. В 103-м псалме псалмопоезд перечисляет многие обстоятельства нашей жизни, которые полностью зависят от Бога. Безусловно, все зависит от Него, если посмотреть вокруг себя. Смотрите, 103-й псалм, 21-й стих. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Львы, они просят у Бога, они говорят, дай нам, дай нам хлеб насущный на этот день. Как многочисленны дела Твои, Господи, все садил Ты премудро. Земля, она полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу, их в свое время. Обратите внимание, они ожидают, чтобы Ты дал пищу им в свое время. Бог Иовы задает много вопросов по поводу творения, на которые у Него нет ответов. Посмотрите, Иова 38 глава. Давал ли Ты, когда в жизни своей приказания утру указывал на лизаре место ее? Есть ли у дождя отец или кто рождает капли росы? Можешь ли возвысить голос Твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла себя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли Тебе, вот мы, ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся по тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм? Кто, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Он говорит, кто, кто беспокоится об этом мире? Несколько фактов. Один только двухтонный морж, за одно десятиминутное ныряние в Арктике, съедая четыре тысячи моллюсков-ракушек, ойстерс, четыре тысячи. Скажите, сколько нам нужно было в ресторане заплатить за одну порцию только таких? Он один раз нырнул и четыре тысячи схрумкал. Один воробей седает в год минимум пятнадцать фунтов зерна. Ему нужно обеспечить. Помните, Христос сказал, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не ждут, а ему пятнадцать фунтов достань и положи. Где он их берет? Каждый воробей, я когда-то пытался посчитать всех воробьев, выходил на интернет, на Википедию, везде смотрел, никто не знает, сколько в мире воробьев, а плюс еще других птиц. Сто-тонный кит за один только раз съедает миллионы криля. Что такое криль? Это такой креветкообразный рачок, намного меньше креветки. В океане вырастает каждый год примерно пятьсот миллионов тонн криля, половина которого съедается. Криль является основным источником питания для многих рыб, в том числе голубых китов. Один кит только за один день может съедать три с половиной тонны криля. В подземельях нашей планеты сокрыты запасы газа, нефти, металла, воды и других необходимых минералов и полезных ископаемых. Лес, моря, поля, озера имеют миллиарды тонн рыбы, различных плодовых растений, миллионы животных и птиц даны нам пищу Богом и поэтому молясь о хлебе на сущном мы в смирении признаем, что все это дает нам наш любящий небесный Отец. Аминь. Поэтому, когда мы говорим дай нам, мы понимаем, что это Он не продает нам, братья и сестры, не дает нам взаймы. Это Его щедрый подарок для всех жителей земли. И последнее, четвертое. Хлеб наш насущный дай нам на этот день. Эта просьба говорит нам о том, что просить нужно нам каждый день. И нужно просить не на год и не на месяц. Христос сказал Матфея 6-34 «Итак, не заботись о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». В этом выражается наше доверие Богу. Он позаботится о нашем будущем. Оно в Его надежных руках. Насущное это ежедневное. Это значит, что нам следует не просить Бога на 10, на 20 или на 30 лет вперед, но просить Его на каждый день. Братья и сестры, наша потребность в Боге, она ежедневна. Точно так же и потребность в нашей насущной нужде, в нашей пище. Мы зависим от Него постоянно и полностью. Эта просьба подчеркивает нашу полную зависимость от Бога. Поэтому Павел просил Тимофея говорить, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. То есть человек обеспеченный материально, он должен понимать о том, что это Бог дает нам, именно Он дает нам все обильно для наслаждения. Когда мы просим каждый день, этим самым мы выражаем во-первых нашу зависимость от Бога, во-вторых наше доверие Богу, в-третьем наше преклонение перед Ним. Мы подчеркиваем, что и сегодня, как вчера, несмотря на мои запасы, несмотря на то, что я имею деньги на счету, несмотря на то, что есть сильные руки, есть здоровье, есть все необходимое, холодильник полный и не один при том, несмотря на успех в наших делах, я по-прежнему сегодня, Господи, всецело и полностью зависим от Тебя. Если же мы ничего не имеем и просим у Него, то мы верим, что Он нас не оставит в беде, как тех людей, которые мы видели, которым раздают хлеб. Он побеспокоится о наших насущных ежедневных нуждах. Помните, когда-то пророк Илья, Бог его направил в пустыню и к потоку для того, чтобы он там был. И казалось бы, что можно быть в пустыне, но каждое утро и каждый вечер ворон приносил ему лепешку хлеба и мужчины и кусок мяса. Бог знал, что мужчине нужно мясо обязательно кусок. Да? И представляете, два раза в день Макдональдс, утром и вечером бесплатно ворон приносил. У него не было запасов у Ильи, но он каждое утро с молитвой смотрел на горизонт и видел, как этот ворон приближается. И каждый вечер он видел, как издалека приближается этот ворон. Где он брал, мы не знаем, но он приносил это. Посмотрите, как Бог учил свой народ именно каждый день уповать на него. Исход 16-18, когда мана для них падала. «И мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, никто не оставляет его до утра, но не послушали они Моисея, и оставили от этого некоторые до утра, и завелись черви, и оно васмердело, и разгневался на них Моисей». Израильтяне жили в пустыне 40 лет. Это несколько миллионов народа. Пустыня – это не самое лучшее место для выращивания хлеба, тем более та пустыня, где они находились. Но Бог посылал им каждое утро, за исключением субботы, манну, которая, как роса, падала на землю. И нельзя было собирать больше, чем положено, больше, чем ты съешь в этот день. Некоторые люди решили запастись все-таки, не послушались Моисея. Ну как это так? Ничего себе! Один только гамор. А на всякий случай еще один. И написано «восмердело». То есть по принципу «на Бога надейся, сам не плашай». Попробовали, что же произошло? Черви завелись, неприятнейший запах. Затем Бог сказал «собирайте в пятницу два гамора теперь, в субботу не будет». В субботу открыли, все нормально, червей нету. То есть Бог учил свой народ доверять его словам, чтобы они делали это каждый день, надеялись на него каждый день. Прося на сегодня, мы говорим, что наше завтра в руках нашего заботящего небесного Отца. Это моление учит нас жить сегодняшним днем. Оно запрещает беспокойную заботу, столь типичную для современной жизни, которая не научилась доверять Богу. Приося насущная, на сегодня мы провозглашаем верность и неизменность нашего Бога. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы верим, что и сегодня Бог даст нам все необходимое для нашей жизни. И когда пророк Еремя находился в крайне трудной ситуации, когда Иерусалим был разрушен, когда он видел, произошло бедствие к его народу, он молился Богу и говорил так, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, в душе ищущей его. Братья и сестры, каждое утро Бог поддерживает жизнь на нашей планете. Каждое утро Он подтверждает свою верность и свою доброту, свою щедрость, свое милосердие к жителям всей земли. Он посылает дождь на праведных и неправедных, Он поливает солнцу сходить на злыми и добрыми. Поэтому пусть наша жизнь каждый день будет наполнена хвалой, наша молитва, каждый день будет наполнена благодарностью Богу за Его милосердие, Его заботу о нас. Итак, просьба о насущном хлебе – это выражение нашей полной зависимости от Бога, это доверие Богу, это упование на Его милость и на Его доброту и на Его любовь к нам. Аминь. Весь народ Божий на это скажет. Братья и сестры, давайте в коротких молитвах воздадим хвалу Богу за то, что Он дает нам все необходимое, на каждый день. Не стесняйтесь, одно предложение воздавайте хвалу Богу. Преклоним колени. Хвалу Богу. Хвалу Богу. Хвалу Богу.